Всем привет! Сегодня в этом видео вы увидите 5 самых странных на свете учебных заведений. Оказывается, есть школа, где можно сквернословить и бездельничать. Существуют школы для подростков нетрадиционной ориентации. А некоторые школьники учатся прямо в пещере. Ставьте лайк, а я начинаю! Пятое место. Альтернативная школа Альфа. Торонто, Канада. Школа была открыта в 1972 году. Удивительно, почему она до сих пор не закрыта. Здесь творится полный беспредел. Четкого расписания нет, оценок учителя не ставят, домашних заданий не дают, на мелкое хулиганство не обращают внимания, а учеников никто не заставляет учиться. Вся власть в руках учащихся. Именно они решают, какое будет расписание и на какие занятия нужно идти. Конфликтные ситуации решает особая комиссия, состоящая как из взрослых, так и из детей. Все члены комиссии имеют одинаковое право голоса. Участники конфликта поочередно высказывают свою точку зрения на возникший спор. Выслушав стороны, комитет предлагает варианты разрешения конфликта. Четвертое место. Школа Харви Милк Хай Скул, Нью-Йорк. Школа носит имя знаменитого политического деятеля, борца за права гомосексуалистов Харви Милка. Чтобы подростки нетрадиционной сексуальной ориентации не чувствовали себя изгуэми, для них специально открыли эту школу. Хотя учиться здесь может любой школьник. Большинство учащихся жертвы сексуальных преследований в прежних учебных заведениях. Удивляет тот факт, что 95% всех учащихся Харви Милк Хай Скул успешно сдают экзамены, в то время как большинство обычных нью-йоркских школ только 50% школьников в состоянии сдать экзамены. 3 место. Школа Трабаджуя. Валенсия, Испания. В переводе на русский название школы означает «работай сейчас». Проституция в Испании легализована и в настоящее время в стране трудится от 200 до 400 сотен жриц любви. Поэтому в 2012 году в Валенсии была даже открыта школа, обучающая учеников этому бизнесу. Школу открыли с целью повысить эффективность работы проституток. В программу включен основной курс по квалифицированному коммерческому сексу. По окончанию школы всем проституткам независимо от пола предоставляются рабочие места. Учащиеся проходят курс истории валют и коммерческого секса, приобретают деловые навыки. 2 место. Подземная школа Террасет. Рестон, штат Вирджиния, США. Школа была построена в самый разгар энергетического кризиса в США. Чтобы сэкономить энергию для отопления, использовали естественное земляное покрытие. Школа фактически встроена в холм. Кроме того, она оснащена солнечными батареями. Эти особенности позволяют считать эту школу одним из самых энергосберегающих учебных заведений страны. К тому же она является отличным туристическим объектом Рестона. Программа в учебном заведении традиционная и ничем не отличается от других школ. 1 место. Плавучая школа Компанг Луонг. Камбоджеское озеро Тон Ли Сап, неподалеку от которого находится знаменитый храмовый комплекс Анкор Ват, считается самым крупным пресным водоемом индо-китайского полуострова. Его даже называют внутренним морем. На поверхности озера находится знаменитая достопримечательность Камбоджи, плавучая деревня Компанг Луонг, жилые дома, кафе, магазинчики и школа. Для учеников плавучая школа стала вторым домом в прямом смысле этого слова, учатся в ней в основном сироты. Здесь же они живут. Родители многих из них погибли во время рыбной ловли. В сезон дождей уровень воды в озере существенно поднимается и ходить по нему на лодках становится довольно опасно. Обеспечивать детей помогают туристы. Каждая новая группа скупает все товары с прилавков местных лавок и буквально заваливает школьников игрушками, констоварами и сладостями. Ставьте лайк, если вам понравились эти школы и напишите в комментариях, в какую из них вы бы с радостью хотели бы ходить. А на этом сегодня все. Спасибо за просмотр. С вами был Джонни Дзен. До скорого!